Вечер во Владимире продолжает программа о самом главном и о самом важном. О здоровье. Врач на дом. В прямом эфире. И сегодня у нас в студии онколог-мамолог медицинской клиники Нева Александр Маслов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Лена. Ну, как я понимаю, наши телезрители уже примерно поняли, о чем пойдет речь. Говорим сегодня о женской груди, точнее о заболеваниях женской груди. И, Александр, вот с каким вопросом, с какой проблемой чаще всего приходят к вам на прием? Я так предполагаю, что это и будут наиболее часто встречающиеся заболевания груди, если мы уж говорим об этом. Не всегда самые частые жалобы, вернее, всегда не самые частые жалобы, самые частые заболевания молочной железы. Очень часто, ну, то есть, вот за прием хотя бы 2-3 дамы приходят, говорят, доктор, грудь болит, сил нет. Давайте тогда так, с чем чаще всего к вам приходят, да, с этого начнем? Болит грудь. Вот, и очень часто эта боль вообще совершенно не связана с как-то молочной железой, а связана с торакалгией, то есть болями в грудной клетке. Потому что каждый нерв, который начинается в межпозвонковом промежутке, проходит между каждым межреберным промежутком, и когда он болит, женщине кажется, ну, то есть ей не кажется, у нее действительно болит, у нее болит грудь. Она приходит, доктор, у меня грудь болит, хотя болит у нее вовсе не грудь. И вот распознать это, то есть болит ли у нее действительно молочная железа, или это связано с неврологией, это тоже одна из задач маммолога. Насколько быстро можно понять, что да, пациент ваш, он пришел правильно, или нужно отправить его к неврологу, да, как я понимаю? Ну, приходится пытать. Ну, то есть допытываешься, задаешь вопросы. То есть вы хотите сказать, у себя на приемах вы пытаете женщину? Ну, то есть как, определенными вопросами, которые за время моей практики уже выработались, ты задаешь именно те вопросы, на которые ты хочешь узнать ответы, и направляешь пациента к ответу, который тебе нужен. Либо да, либо это твой пациент, либо нет. Вот. И выпытываешь, потому что пациенты, ну как, они приходят, говорят, болит грудь, и что вот дальше? Допытываешься. А вот я люблю статистику, смотрите, вот из 10 человек, обратившихся с болью в груди, ваши пациенты, сколько ваших пациентов? Восемь. Восемь. То есть все-таки неврология, это где-то 20-30 процентов. В основном все-таки женщины, если жалуются, что болит грудь, значит болит грудь, чаще всего. Особенно, если это касается циклических болей, то есть связанных с циклом. В конце менструального цикла, если болят молочные железы, особенно если выраженно болят, или женщина говорит, что снимаю вечером бюстгальтер, и вот прям вот все, прям вот сил нет, то, конечно, это моя. Ну и здесь, какие наиболее часто встречающиеся заболевания грудью вызывают боль? Вызывают боль, разумеется, мастопатия. Смотрите, здесь в одно предложение не отвечу, сразу предупреждаю, будет целый абзац. Начнем с того, что самое популярное, злокачественное заболевание из всех вообще заболеваний у женщин, это рак молочной железы. К сожалению, он редко вызывает боль. Ну, к сожалению, потому что вызывал бы боль, быстрее бы обращались. Вот, а мастопатия, в принципе, я только посмотрев на женщину, на любую в автобусе могу поставить диагноз мастопатии. Почему? Потому что это болезнь цивилизации. Природой как задумано? Вот вы родились, стали половозрелой, ну там 12-14 там типа лет, отражали 12 раз, и в 35 лет старой беззубой бабкой умерли. Ну, это вот лет 150 назад? Ну, типа да, давно. Сейчас, благодаря благам нашей цивилизации, благодаря благам медицины, прививкам, ну, всем, короче, благам цивилизации, мы можем рожать сколько нам потребуется, или вовсе не рожать. И, ну, типа быть уверенными, что какой-нибудь там брюшной тиф из 13 детей там не оставит троих. Ну, то есть, живем мы немножко по-другому. Это болезнь цивилизации. Ваши собственные гормоны, которые вырабатываются в яичниках, эстрогены, атакуют, а молочная железа это гормонозависимый орган, атакуют ваши молочные железы, тем самым вызывая мастопатию. Я сейчас в сложности по томорфологии не буду углубляться, но кому, если на приеме надо будет, могу все на листочке нарисовать. То есть, чем больше женщина рожает, тем меньше у нее вероятность, и кормит грудью, наверное, тем меньше у нее вероятности мастопатии, правильно? Ну, мастопатии-то у нее будет, но кормить грудью, рожать детей, это очень полезно. И с точки зрения риска развития рака молочной железы, и с точки зрения мастопатии, да и вообще хорошо. Ну, то есть, смотрите, даже однократная беременность, роды и грудное вскармливание один раз и навсегда полностью перестраивают архитектонику эпителия протоков, что значительно снижает риск развития рака молочной железы. То есть, даже если вы один раз родили, ну, конечно, это не значит, что никогда у вас не будет рака молочной железы, но вы значительно снизили риск его развития. У нас есть звонок зрителя, давайте выслушаем его. Алло, Игорь, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Елена, у меня вопрос такой, а почему может болеть грудь у женщин во время вскармливания и беременности? Ну, знаете, это довольно широкий вопрос. Ну, то есть, как болеть грудь? Она может болеть из-за чувства переполнения, потому что молочная железа работает там целый завод, который производит молоко каждый день в огромных объемах. У нее может болеть сосок, там может быть трещина соска, там может быть у нее, в конце концов, инфекция какая-то на соске. Ребеночек может неправильно брать. Ну, слишком широкий вопрос, чтобы ответить однозначно. Ну, это смотреть нужно, конечно. Вот, кстати, Александр, кормящие мамы часто приходят на прием? Да, довольно часто, особенно летом. Вот сейчас в жаркую пору приходят довольно часто мамы с лактостазом. Это когда не может эвакуироваться молоко из определенной дольки или группы долек, и там такая вот шишка. И, к большому сожалению, у нас до сих пор пережитки какого-то мракобесия еще в головах у людей. Не пей жидкость, перетягивай грудь, типа не корми, что еще там, медовая лепешка, капустный лист. В лучшем случае они просто не помогают. В худшем случае приводят к маститу. Гнойный мастит – это однозначно антибиотик терапии, это операция, это рубец, который нельзя зашить красиво, который будет широкий и вообще фу. Ну, давайте вернемся к заболеваниям. Итак, мастопатия – одно из часто встречающихся заболеваний, так? И если мы говорим о банковой… Не, не одно из часто встречающихся, а у 99 и 9. Ну, то есть есть какая-то молочная железа вот в вакууме, да, которую знают все мамологи, которая идеальная, но ее никто не видел. То есть у каждой женщины есть мастопатия? В одной степени я могу с уверенностью поставить диагноз мастопатия. Хорошо. Чем это грозит? Какие последствия, если, допустим, не лечить, ничего не делать? Ну, смотрите, обычная, простая фиброзная мастопатия, даже фиброзно-кистозная, даже кисты, если выявляются, это такие пузырьки с жидкостью в молочных железах, она абсолютно никак не приводит к риску развития рака молочной железы. Фибра аденома, это такое доброкачественное новообразование, которое нужно удалять хирургически, никак не приводит к риску развития рака молочной железы. Поэтому, если у вас просто стоит мастопатия, паниковать, приходить домой, говорить мужу, сидя вечером на диване, что типа, все, у меня мастопатия. Нет, конечно, этого не стоит. С этим можно жить, как у нас живут 99% с гастритом. Лечить нужно? Лечить нужно, если есть показания. Именно поэтому нужно показываться, нужно смотреться, нужно делать ультразвуковое и маммографическое исследование в зависимости от ситуации возраста. И в зависимости от данных осмотра, опроса, жалоб, данных исследований уже назначается лечение при необходимости. Можно ли говорить о том, что у мастопатии есть возраст? То есть, с какого возраста возможен такой диагноз? И насколько он может развиваться, то есть, ухудшаться само состояние? Нет, такого нет. Потому что, если дама родила, например, там типа в 20 лет, она себя очень так хорошо обезопасила на долгое время от каких-то изменений в молочных железах, потом она родила в 22, потом в 25, потом в 30. Ну, типа, у нее вообще все классно. Да, у нее есть какая-то мастопатия, но и риски у нее самые минимальные, если нет генетических, конечно, предпосылок. Вообще, по всем международным стандартам, вот, ну, если брать Всемирную организацию здравоохранения, с 25 лет, либо с первых родов, ну, то есть, если у вас первый род до 25 лет, нужно обследовать молочные железы. В принципе, вот сразу хочу сказать, в какую камеру сказать, чтобы вот грозно. Все дамы никогда не прогуливаете осмотр гинеколога. Меня вы можете прогулять. Но осмотр гинеколога, есть одно только показание, чтобы прогулять рутинный ежегодный осмотр гинеколога. Биологическая смерть пациента. Во всех остальных случаях вы обязаны ежегодно там показываться. Ну, либо чаще, если гинеколог сказал. Так вот. Почему? Почему гинеколога? Да. Ну, потому что женское здоровье... Почему мамолога можно прогулять, а гинеколога нет? Потому что, если у вас плюс-минус все нормально, вы сделали до приема гинеколога УЗИ, ну, вот вам, например, там типа 25 лет, вы сделали УЗИ, пришли к гинекологу, гинеколог вас посмотрел, сделал там свои мазки, там все эти дела, и вы показываете заключение УЗИ. А они, гинекологи, плюс-минус там разбираются в этом деле. И говорите, мне к мамологу надо, и они могут посмотреть и сказать, типа, ну, слушай, у тебя все как в прошлом году. Типа, можешь не ходить, если ничего не беспокоит. И действительно, меня в этом году, в принципе-то, прогулять можно. Но только не гинекологи. Ну, мы сейчас с вами говорим про УЗИ молочных желез, правильно? Чтобы уточнить. И про маммографию тоже. Но маммографию в 25, вот если мне сейчас 25, что мне делать, УЗИ или маммографию? Конечно, УЗИ. Ну, вот вас ничего не беспокоит, вы хотите планово обследоваться, разумеется, УЗИ. Объясню. УЗИ и маммография – это два разных исследования. Одно основано маммографии на рентгенологическом там луче, типа. А вот УЗИ – это ультразвуком смотрят. На УЗИ, например, лучше видно кисты молочных желез, лимфатические узлы, их структуру, изменение их структуры. Но маммография – самый лучший. Куда? Сюда грозно, да? Маммография – единственный и самый лучший способ скрининга, то есть всеобщего исследования и выявления ранних раков молочной железы. То есть, когда вам 18 или там 25, у вас молочная железа еще очень плотная. И если у меня нет подозрения на рак молочной железы или на какое-то, ну не знаю, образование, которое надо удалять, ну фиброаденома даже, да, которое надо оперировать, то я вас на маммографию не направлю. Мне УЗИ будет за глаза. Оно быстро, дешево, везде доступно и лучевой нагрузки никакой. Хотя и на современном маммографии там тоже как отсюда до Красноярска долететь. Такая же нагрузка лучевая. Короче, если вам от 40 до 50, ну при прочих равных у вас все хорошо, от 40 до 50 вы делаете ее раз в два года, в остальные года вы делаете УЗИ. То есть, год маммография, год УЗИ, год маммография, год УЗИ. С 50 лет маммография для вас становится главным исследованием молочной железы. Во-первых, потому что повышается риск развития рака молочной железы, ну с возрастом. Ну, потому что у вас циклов было много, много атак молочной железы и соответственно. Во-вторых, молочная железа просто становится, как это сказать, чтобы понятно было, прозрачно для лучей. Ну, когда у 18-летней девчонки молочная железа полная железистой ткани, ее просто не пробьешь, не просветишь. А с возрастом, иногда я пишу такой диагноз, да, инвалюция молочных желез. Мне пациенты спрашивают, какая-то у меня инвалюция. Это норма, так и должно быть. С возрастом, если вам там 65, у вас железистая ткань замещается на жировую, потому что вы явно не собираетесь кормить грудью. Хорошо. Как я понимаю, значит, маммография или УЗИ, здесь уже выбор и маммолога в том числе, правильно, в зависимости от возраста. Это же маммолог выбирает, скорее всего, а не пациент. Не пациент же приходит и говорит, вот мне столько лет, поэтому я сделаю. Ну да, пациент не всегда может адекватно рассудить. Лучше сначала, конечно, показаться. Я посмотрю, если у меня прям вот девушке, например, 35 лет, и у меня обоснованные причины подозревать рак молочной железы, в первую очередь я отправлю ее на маммографию, сколько бы лет ей не было. А вот вы сказали фиброаденома. Что это такое, и можно ли говорить о том, что фиброаденома может перерасти в рак молочной железы? Истинная фиброаденома никогда не становится раком молочной железы. Фиброаденома – это когда формируется только молочная железа, ну там сколько там, в 9, 10, 12 лет. Не все дольки формируются адекватно и правильно, но под воздействием ваших гормонов она может превратиться в узловое образование. Ну это такой шарик мясистый. Почему же его обязательно надо удалять? По нескольким причинам. Во-первых, потому что она растет, тем самым травмируя окружающие ткани. И если фиброаденома 2-2,5 см, лучше ее удалить, а не ждать, пока она будет там 4 или 5 см. Потому что на молочной железе будет вот такенный рубец, потому что ткани, как бы я их там не сопоставлял, ну конечно стараешься максимально местными тканями все совместить, потому что это же эстетический орган, а не только для типа кормления. Вот. Ну сам рубец, короче говоря, больше и некрасивее все это выглядит. Поэтому пока она 2,5 см, плановая операция, в том числе в процессе беременности, у меня было таких 5 девочек, которых мы в третьем триместре беременности оперировали, у которых почему-то под воздействием гормонов. Бывает такая типическая реакция, множественные фиброаденомы, некоторых детей я даже крестил. И если, когда мы говорим о раке груди, вы все время упоминаете гормоны. То есть можно ли говорить о том, что рак груди это гормонально зависимый рак? Не всегда. Каждой женщине, которой установлен диагноз рака молочной железы, выполняется иммуногистохимическое исследование. То есть вот тот материал, который у нее берут, ну это биопсия, как правило, короче, такой здоровенной иглой делают дырку в организме, в молочной железе, и берут кусочки вот этой опухоли. То есть пока еще это все дооперационная ситуация. У нее еще там УЗИ может быть не сделано. Мы отправляем это на патогистологическое исследование. Врач-патморфолог смотрит и говорит, ребята, здесь дольковый рак. Этот же материал, который он взял, отправляется на иммуногистохимическое исследование. Там смотрится 4 показателя, которые являются паспортом опухоли. То есть когда я начинал работать, ну, оперировали и лечили вообще по-другому. То есть за это время, хотя я себя считаю молодым человеком, да, за это время лечение рака молочной железы изменилось прям кардинально. И прогнозы. И прогнозы изменили, все изменилось. Ну, то есть раньше как было? Ага, здрасте. Вторая Б-стадия. Все, делаем радикальную мастектомию. То есть удаляем полностью молочную железу, подмышечные лимфатические узлы и межпекторальные, между большой и малогрудными мышцами. Короче, много. Вот. Скорее всего будет отек руки, там, да, сложности там в движениях. Вот. Потом обязательно химиотерапия. Если в тканях где-то близко к мышце были злокачественные клетки, еще и лучевая терапия. И если барышни вы ими инструируете, то и аварийоптомия. То еще и яичники вам удалим. И еще и тамоксифен вы будете принимать 5 лет. 5 лет. Сейчас. Прошло 15 лет. Абсолютно другие подходы к лечению. О новых современных подходах поговорим после рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите «Врач на дом». Напоминаю, наш гость сегодня – онколог-мамолог медицинской клиники Нева Александр Маслов. Мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас еще есть возможность позвонить к нам в студию по телефону 44 40 47 и задать свой вопрос доктору. Заговорили о том, что сейчас, спустя 15 лет, не такой большой срок на самом деле, а совершенно другие методы и подходы. Для науки маленький срок. 15 лет – это ничто. Но все изменилось? Абсолютно все изменилось. В лучшую сторону? В очень лучшую. То есть, сейчас две пациентки, которым вот этой 42 года, этой 42 года, у этой 2B стадия ракомолочной железы, у этой 2B стадия ракомолочной железы абсолютно одинаковый менструальный статус, плюс-минус родов у них одинаково, одинаковую жизнь они там вели рабочую. Ну, это могут быть вообще полярные пациентки с абсолютно разными прогнозами и разным лечением. То есть, сейчас делается, ну… Ну, скажем так, индивидуальный подход, да, если так можно сказать. Биологический паспорт вашей опухоли. Ну, может, я громковато заявляю там, да, но все-таки вот эти 4 показателя, которые на иммуногистохимическом исследовании выявляются, они много что решают. Например, индекс Ки-67, это индекс злокачественности опухоли, он определяет, ну, необходимость химиотерапии. Индекс Гердванео, который определяет необходимость таргетной терапии. Таргет – это цель, ну, то есть при цельной терапии очень дорогие препараты, которые, кстати, по ОМС предоставляются. То есть, люди вполне себе бесплатно в течение года получают препарат, который стоит примерно 2 миллиона рублей. По… вот государственной… И еще два показателя – это гормональные. Есть ли у опухоли рецепторы к гормонам прогастерону и эстрогену? То есть, гормонозависимая она. Если она гормонозависимая, то пациенты получают либо тамоксифен в течение 5 лет, как я уже говорил, либо ингибиторы ароматазы, литрозол, например, самый популярный. Что это такое? Например, вот стали вы бабушкой. Яичники ваши уже не вырабатывают гормоны. Но это не значит, что гормоны у вас не формируются. В вашей жировой ткани благодаря ферменту ароматазе вполне себе ваши эндогенные эстрогены вырабатываются. И их нужно подавлять, чтобы у вас не было там, ну, метастазов там и так далее. Про оперативное лечение тоже все изменилось. Если раньше, ну, когда-то я уж какие-то махровые годы, я даже год не вспомню, там, 1800, там, какой-то делали операции по Урбану. То есть, открывали грудную клетку, все это разворотили. Это еще вообще анестезии даже не было. Все терпели люди. Вот. Удаляли там лимфоузлы внутри грудные. Потом была операция по ПАИТИ, считалась самой такой современной. Это когда удаляли большую грудную мышцу. То есть, прям вот здесь яма и рука работала очень плохо. Потом ее стали считать нецелесообразной. Ну, то есть, исследования доказали, что она не лучше, чем операция по МОДЭНу. Мастоктомия по МОДЭНу, то есть удаление молочной железы при раке по... Ну, МОДЭН — это автор, которая предполагает удаление молочной железы и лимфатических узлов, считается самой вот такой. Но сейчас при ранних раках молочной железы, первая там типа вторая стадия, можно сделать органосохраняющую операцию. В особенности это хорошо, когда сам объем молочной железы достаточно большой. Можно удалить сектор молочной железы с опухолью и удалить лимфатические узлы, какие хотите, хоть через отдельный доступ, хоть через какой. Но при этом у женщины остается своя грудь. Да, есть недостатки, ей придется в обязательном порядке проходить лучевую терапию. Но, извините, у нее грудь остается. Ну, вот первая, вторая стадия. Вот для того, чтобы вот эту первую, вторую стадию застать, что должна делать женщина? Ходить на приемы ежегодно. Можно ли пропустить, вот делая маммографию, вы можете пропустить небольшую опухоль, не заметить и так далее? К сожалению, можно, но современные цифровые маммографы очень хорошая выявляемость и делают даже такие программы. Вот недавно я читал, в Ярославской, например, области, они начали двойные просмотры. То есть, врач-рентгенолог, который делает маммограммы, он просматривает снимки, выявляет, ну, есть какие-то изменения или нет. А потом другой врач-рентгенолог просматривает эти же самые снимки, и они повысили выявляемость, что-то там, ну, боюсь цифрами наврать, ну, типа там с 87 до 95%. Ну, это прям, ну, супер потолок. Значит, метод, если говорить, да, метод диагностики, значит, это маммография на приеме, вот, ручное исследование и вот дома самообследование. Насколько это информативный метод? Самообследование, да. Ну, то есть, я и у себя в Инстаграме это все, и на сайте рассказывал, и там видео даже там делал на Ютюбе. Как делать самообследование молочных желез? Конечно, когда вы в первый раз начнете сами себя осматривать по правильному, по тому, как вот положено, естественно, вы у себя чего-то найдете. Потому что молочная железа не состоит из ваты, потому что она состоит из железистых долек, из жировых долек, вы их все нащупаете. Поэтому рекомендуется производить самообследование. Оно занимает 5 минут. Вы в душе один и тот же день менструального цикла выберите себе и осмотрите свои молочные железы. Спустя 2-3-4 осмотра вы уже будете знать, где у вас какая долька, где у вас... Ну, вот вы сходили к мамологу, сделали УЗИ, вы знаете, что у вас все хорошо. И с этого момента начинайте самообследование делать, учитывая, что все хорошо. Вы сами себя осматриваете, и если вы у себя что-то найдете, это не редкость, когда пациент приходит, ну, и сам у себя выявил образование, да. Потому что делает самообследование ежегодное, о, ежемесячное, извините. Как часто необходимо посещать мамолога? Вот раз в год? Раз в год, да. Раз в год, независимо от возраста? Ну, если нет показаний чаще. Бывают пациенты в процессе какого-то лечения, и, ну, их приходится приглашать чаще. Ну, и, естественно, можно ли профилактика, помимо самообследования, самообследование это как бы профилактика с целью раннего выявления. Можно ли говорить о какой-либо профилактике заболевания, самого заболевания, вот профилактике факторов риска, скажем так? Рожайте, кормите грудью. Не курите сигарет, не ешьте жирную пищу, ешьте больше фруктов, овощей. Это я произношу все те факторы, которые влияют вообще на все злокачественные новообразования, в том числе на рак молочной железы. А есть ли какие-то мифы вокруг рака молочной железы, когда считается, что вот именно, допустим, тот или иной фактор вызывает рак? На самом деле это не так. О, одержимостей полно. Я даже выписал. Значит, один из самых ужасных мифов, который меня, ну, просто в оцепенение вводит и заставляет негодовать как врача, это о вреде маммографии. Ну, там же типа лучевая нагрузка же, хотя современный маммограф в 7 раз меньше флюорограммы лучевая нагрузка. В 7 раз. То есть можно сделать 7 маммографий или одну. Или одну флюшку, да. Ну, то есть вы получаете столько же радиации, там, если хотите, как вот отсюда до Красноярска долетить на самолете. Плюс-минус так же. То есть исследование бояться точно не нужно и делать его вовремя. Вот это вообще вот совершенно бредовый миф. Дальше есть миф о вреде. Была книжка такая американская в 95-м году, Dress to Kill, о вреде бюстгальтера с косточками. Что вот вроде бы как бюстгальтеры, они там отток лимфы нарушают, накапливаются токсины там, ну и все такое прочее. Хотя, ну, он написан настолько вообще людьми, далекими от медицины и науки, и настолько языком примитивным, что почитайте лучше гороскоп. Болезнее. Будет вот, ну, уж не вреднее точно. Вот. А, вот, еще хороший миф о вреде алюминий содержащих. Это вы сейчас про дезодоранты, я хотела вернуться бы к тесному белью. Вообще тесное белье неправильно подобранный бюстгальтер. Если мы говорим не только про рак груди, а про какие-то другие заболевания, на что-то влиять может? Или это исключительно там эстетически плохо, хорошо? Смотрите, есть такие современные бюстгальтеры под названием Push Up, которые даже небольшие молочные железы приподнимают, так что они смотрятся хорошо. Молодежь их очень любит и использует. Конечно, такие бюстгальтеры нужно носить по случаю. Ну, то есть, вы куда-то выходите, у вас декольтированное платье, вы, соответственно, надеваете. Дома такое носить не нужно, потому что это любой орган, не знаю, ногу зажмите эластичным бинтом, посмотрим, как она у вас себя будет чувствовать. То есть, тут даже безотносительно каких-то там мастопатий, там раков молочной железы. Желудок также вот замотайте и посмотрим на него. Дома, пожалуйста, ходите, купите себе в спортивном магазине за 200 рублей топ спортивный, футболку купите себе и ходите в ней, и будет у вас все хорошо абсолютно. Хорошо, теперь дезодоранты. Дезодоранты, да, алюминиесодержащие, тоже было, типа, якобы исследование, что они вызывают там что-то-что-то в лимфоузлах, что-то-что-то типа рак. Нет, абсолютно безопасная история. То есть, вы можете использовать алюминиесодержащие дезодоранты для того, чтобы... Ну, как антипреспирант, вот. И какой же еще миф-то популярный был? Противозречаточный. А, до гормонов-то мы с вами еще дойдем, есть же еще силиконовые имплантанты. Да. Вот этот миф прям вообще. Все, как только ты поставила себе имплантанты, все, риск развития мастопатии и рака груди у тебя значительно выше. При современном уровне хирургии, при современных методах установки имплантантов, все, абсолютно чушь. Все это безопасно. Хотите себе сделать грудь, пожалуйте. Но только сначала ко мне за доступом. Но если, допустим, у женщины есть имплантанты, насколько легче, насколько сложнее обследование? И самообследование, и, допустим, какие-то УЗИ, все это будет видно. Самообследование. Может ли имплантант спрятать опухоль? Дело в том, что сейчас имплантанты устанавливаются под железистую ткань, а не под кожу. То есть вся железистая ткань лежит кпереди. В принципе, она доступна для осмотра. Конечно, самообследование затруднено из-за плотности самих имплантантов и врачом, и самой пациенткой. УЗИ, в принципе, им все равно. Но сейчас существует такое исследование, как МРТ молочных желез. Вот ему абсолютно все равно. Оно, конечно, не дешевое, но ему абсолютно все равно. Есть у вас имплантанты, нет, они увидят вообще все. Поэтому проблем с этим не возникает. Если у пациентки есть имплантанты, у меня хоть малейшее подозрение, я отправляю на МРТ, я сплю спокойно, она спит спокойно, все счастливы. Ну да, собственно говоря, если есть деньги на имплантанты, я думаю, на МРТ тоже хватит. Ну, гораздо дешевле, да. Да. И гормоны. Ой, гормоны, это прям вообще. У нас этого слова боятся как огня. То есть мне даже попадались дерматологи, которые гормоны не половые, стероидные гормоны, которые короидно-почечников выделяются. Типа, а вот ты детей хочешь, зачем тебе гормоны? Хотя там даже не половые гормоны применялись. Ну, то есть у нас это прям... Гормоны сразу воспринимаются. Табу, прям сразу табу. Хотя, есть две классные американские шутки. Первая, значит, типа, хороший гинеколог всегда найдет какую-то гормональную таблетку назначить женщине. Вторая шутка, типа, ну, ты не знаешь, хороший гинеколог или нет, ты ее спроси. А, ну, типа, ты сама-то принимаешь какие-то гормоны? Если она скажет, да, принимаю, типа, хороший гинеколог, можно идти. В том плане, что современные пероральные контрацептивы, ну, таблетки, которые применяются не обязательно ради контрацепции, а и с лечебной целью тоже, абсолютно никак не усугубляют ни мастопатию, ни рак молочной железы. Гормонозаместительная терапия, когда женщина находится в менопаузе, когда она в возрасте, и у нее начинаются, ну, она плохо себя начинает чувствовать. И эмоционально, и физически, и гормонозаместительная терапия дает ей эффект, она счастливая, она эффективная, она активная, ну, просто прям чудесный эффект. В течение пяти лет применения абсолютно никакого повышения риска развития рака молочной железы. Сейчас даже, вот последнее, я читал исследование, даже 10 лет говорят. Но тут надо еще подождать. Давайте на пяти остановимся. Итак, это те мифы, которые, ну, которые вы сегодня, да, развенчали. То есть не нужно бояться ни дезодорантов с алюминием, но они почти все с алюминием, кстати, практически. Не нужно бояться противозачаточных, спокойно носите бюстгальтеры с косточками. Самое главное, основное, это самообследование и посещение мамолога раз в год. Да, дело не только в мамологе. Просто заведите себе правила. Раз в год проходите, ну, типа, профосмотр, приходите к своему терапевту, делайте флюорограмму, ЭКГшку, УЗИ живота, сходите, там, если вы женщина, к гинекологу, к мамологу, сделайте там мамографию или УЗИ. Ну, то есть обследуйте, ну, какой-то минимум, да, чтобы быть спокойным в следующий год. Сейчас, раньше у нас это называлось диспансеризация, сейчас это называется чек-ап. Хотя, по факту, это, ну, одно и то же. Просто ты раз в год себя обследуешь, и у тебя все нормально. И целый год спишь спокойно. Вот и все. Ну, и количество беременностей, вот вы сегодня перечисляли 1, 2, 3, то есть чем больше, тем лучше, или все-таки организм тоже изнашивается? Конечно, изнашивается. Я же вам только привел пример, что вы с 12 начали рожать, а в 35 старая беззубая бабка умерли. Конечно, изнашивается. Ну, и нам сейчас не нужно рожать 13 детей, потому что... Почему раньше рожали? Вот у моего прапрадеда Кастрея Хамиевща Либермана было 16 детей, потому что в поле кто-то должен был работать, во-первых. Во-вторых, какой-нибудь свинка могла выкосить половину. Но сейчас мы более-менее можем быть спокойны за продолжение своего рода, что они все доживут до взрослого возраста, им не надо в поле работать, потому что мы живем в славном городе Владимир, и они могут учиться там в колледжах и институтах. Ну, типа, зачем вам четверых вот так? Ну, и самое главное, раз в год, ну, а по показаниям можно и чаще, можно прийти на прием к онкологу-мамологу медицинской клиники Нева Александру Маслову. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Приходите.